Выстрелы оружия и победные крики. Под Чугуевом военные действия времен гражданской войны. Воспроизводят битву красных с белыми за Харьков. Формой оружия, уверяют реконструкторы, точная копия того, что носили и из чего стреляли почти 100 лет назад. В частности, на мне гимнастерка бросла 1903 года. Из такой же ткани, из которой она ишилась, деревянные пуговицы или бетулиновые пуговицы. Фуражка. Это в точности воспроизводит фуражку Корниловской ударной дивизии. Такой спектакль под открытым небом – дело не из дешевых. На обмундирование и оружие уходит несколько сотен, а порой и тысяч гривен. Смотрите, это настоящая винтовка, переделанная под пакет. Изготовление 1943 года, но это винтовка Мосина, которая появилась в России с конца 19 века. В рядах бойцов добровольческой армии потомок белогвардейца Александра Кутепова. Назван в честь генерала и как две капли воды похож на него. Кутепов младший, суров, сосредоточен и принципиально не общается с журналистами. Бой длится полчаса. Добровольческая армия одерживает победу. Со стороны красных полный отряд был взят нами в плен. Потери со стороны наступающих добровольческой армии составило на сегодняшней реконструкции четыре человека. Сражаться реконструкторам пришлось в 30-ти градусную жару, но на трудности они не жалуются. Как в уставе записано, стойко переносить тяготые лишения воинской службы. В общем-то и в жару, и в холод, и в кирзачах люди воевали. После боя солдаты восстанавливают силы в полевой кухне. Один из самых юных участников, Иван Подубный, говорит, всего за получасовой бой успел ощутить себя, как на настоящей войне. Не, ну было сразу, возле меня фрезер, взорвалось. Валерия Шапаренко, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».